озеро чистят и сегодня тучно кто не знает что такое тучно это когда тучи он тучи видите это значит тучно пора привыкать правильным выражением здесь эти карапас кидывается пришли в парке на ножка заехали по дороге заехали спортом занимается единственное что у нас еще не радует это вот вот и вот штуки такие белые то туалет и они закрыты а у парке народ потом не может долго находиться иначе надо куда-то сбежать им потом по делам по своим но зато стало очень зелено это кстати я вам показываю 10 утра понедельника во всякий случай если кто сказать там народу мало народ должен на работе работать они штанги 11 до 11 утра понедельника то есть смотрите тучная аргентина я вот думаю что надо сюда мне прийти здесь куча рыбы куча но ловить запрещено тут такой гусям он разрешено ловить рыбу но можно некоторые приходят тренируется к примеру просто забрасывать что-нибудь и мне надо ультралайтом начинать ловить соответственно прийти сюда со спиннингом с какими-нибудь 2 граммовыми 5 граммовыми этими сами грузиками и потренироваться просто бросать без крючка без ничего таким образом мы не будем нарушать природу но в то же время реально можно постоять и побросать попробовать как все пройдет вода довольно чистая и хор о рыба 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 смотрите какая здоровеннющая посмотри какая рыба класс вон там кто видит банка светится а выше банки смотрите метровый саболю вот я же говорил что здесь крутейшая рыба вон она в кусты заплывает жаль нельзя ее тут ловить затяну некоторые ловят его парках показывал как ловит вот смотрите видите подымать вон 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 она аргентинская рыба сейчас он тот гусь наверное ее клюнет он наверно мальку ловит смотри какая рыба вот так создается контент а там гуси которых тоже нельзя ловить и с яблоками начинять вот так вот еще одна сотни видишь гуси у нас довольно жирные смотрите какие и привыкли конечно хлебчик тут и все остальное что им зрители бросает они очень привыкли к тому что когда подходишь и начинаешь то бросать они тут стадами стадами а мы ехали он по той дороге вот там за парком ну и решили заехать немножко походить по свежему воздуху людей посмотреть кто каких масках ходит себя показать какие свои маски знаете как говорят людей посмотреть себя показать а у нас теперь у людей маски посмотреть себя показать мы вот такие да мы такие вот смотрите кстати какой у чувака красивый велик сейчас подойдем посмотрим в общем шикарный парк от нас недалеко периодически можно приезжать сюда пойдем у чувака велика посмотрим у вас такие велики продаются все гляньте по велике чувака но у кого это вот мужик какой-то значит его и велик а мужчинка какие колеса тут проходим и велик да это и нравится народу лёня снимает что попало давай сделай с меня фотографии сегодня этот самый ехали по полермо и расцветают жакаранды все полермо уже в жакарандах единственное что пока еще маленькие цветочки то есть будут мы так прикинули где-то через неделю или к концу недели сегодня понедельник может субботе и воскресенье будет самый самый шик там он желтое желтое дерево то есть самый шик то есть распустится больше всего уже эти жакаранды и будут уже массово свести все полермо будет жакарандах так что на сегодняшний день есть есть но цветки еще ну скажем так 1 3 бутона который должен распуститься где-то распустились в одну треть подождем еще несколько дней и будет как раз уже полностью шикарно все то ли голубь то ли не один голубь а другой думаешь а птичка какая-то другая который купается даже птички у нас купаются чистой водички да кто-то своих лошадей куда-то повез видите он повозка для лошадей а вон и утята он уже уток маленькие утята смотрите кстати это не домашние а вот эти дикие он за ними сколько там утенков парочка уток папа-мама наверно и 5 руки от гоняет поляк надеюсь видно траве и там практически если за метр а это попугаевый рай тут пару островов на этом есть он они это все крики такие это попугай утки в траве когда попрячутся их практически не видно шелковица уже растет полностью распустилась ну нашем парке к примеру птицы клюют но она еще не черная но я вам скажу есть такая народная примета когда точно можно узнать у нас распустилась шелковица или нет она многим не понравится народная примета ну что сделаешь народ есть народ то есть ты выходишь утром и смотришь на машину если на машине голубиные пометки синие значит это уже шелковица не наклевались полгорода в синих пятнах до света меня поснимает шелковицы же были где-то здесь хорошо ты не слышал я тут рассказывал как узнать уже готовы шелковицы или нет хорошо если тебя камера уже на желтеньком но у меня запасная батареечка и это шелковицы не это кстати тоже будут цветы смотри какие-то здесь вести вот там статьи уже ждал черешни распуститься да давно уже мышь красота себе под пальмой ничего не делай в аргентине на ничего не делай конечно послушайте леню и это под пальмой вы слушаете леню но послушайте что я вам скажу вот национальное дерево аргентины впереди кстати в парке доросне с нас не пускает а там их много сейбов ой какие они хорошие эти деревья хорошие красивые такие они это какое-то лысоватенькое но принципе она усыпана все такими красными такими цветами здесь она какое-то немножко нормальная ветка смотрел с этой стороны хорошие еще сейчас я хочу против солнца чтобы как-то оно было видно наверное не видно в общем такое дерево с такими красными но оно какое-то бедненькое никому не надо куча гусей и куча рыб смотри лёня ну это ж не собачка хлеба надо кинуть когда приплывет он смотри третья рыбина здоровенная а ты включил микрофон тебя будет слышать нет а почему потому что камера дома тебя слышать иначе микрофон будет слышать меня а камера тебя слышать не будет ага то есть кто держит камеру тот и вот и глава так сейчас я вам расскажу в аргентине не работает нельзя как и везде как лёня говорит приходи сюда не можно можно нельзя везде надо работать можно я вам расскажу вот примеру нету какой стране есть такая штука да да я расскажу все у нас земли по захватывали ну к примеру есть у вас свои земли а тут бедные приехали палаток по наставили говорят наша земля пошел вон отсюда все значит их выгнать нельзя почему потому что это народ народу нас любят это решение народа вот с ними там судятся не судятся в общем у нас уже месяц где-то как или два как захват за земель хороший такой происходит что придумала наше правительство к примеру провинции буэнос-айрес она сказала чтобы они не захватывали земли они им будут платить тем кто захватывает земли по 50000 в месяц чтобы они ушли с этих земель и пускай не захватывает а пока три месяца пока три месяца а через три месяца снова захватят землю с помощью по 50000 сегодняшний бизнес пособие пособие по бедности вот это которая из-за карантина она 10 тысяч а за захват земель 50 дают ребята вам ничего не напоминает это во-первых захват земель уже многие по их оттуда уже выгнали потому что пока судья не прикажет никто не имеет права этого просто так там делать и во-вторых сегодня губернатор нашей провинции сказал что он будет выделять деньги на строительство жилплощади для таких людей вот так но это нареки не работать нельзя бери палатку садись на чужой земле на 50 тысяч подожди там свои люди там своя организация там ты просто так там ты просто так со стороны туда не попадешь это не просто там не не то что найти свои землю надо найти свой клан туда вклиниться и только потом ты там можешь что-то где зарабатывать зарабатывать не то сидя ни хрена не делай на палатке на чужой земле я вам доказал что можно варить и ни хрена не делать и 5 раз больше зарабатывать шишки 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 посмотри какие шишки вот она вот это шишка 5 какие шишки 3 темные шишки у нас смотрите охотник за рыбой рыбу высматривает виде гляньте видите как он в озеро как рыба плывет так он за ней за ней за ней а вот рыба а вы говорите рыбака в аргентине нет у нас он смотрите он короб плывет его высматривает сейчас еще и схватит какую-нибудь сейчас еще принесет 11 утра ресторан занят понедельник то ли бизнесовые вопросы решает то ли просто делать нефиг но тут дело о том что гольф-клуб соответственно люди которые приехали в гольф-клуб они так уже сели посидеть немножко чего-то покушать потому что здесь у нас любители гольфа смотрите какие деревья у нас тут цветут сейчас что попало цветет если такие конечно я не знаю как она все тут называется это стопроцентно но гляньте какая шикарная штука вот такие цветы ну все пока на сегодня народ давайте это самое не забудьте за там лайки поставить покритиковать или не критиковать вот так вот написано к кампады гольф дела сюда в общем ездить отдохнуть погулять